Дородская архитектура, малый бизнес строится и развивается. Показываем людям, как это, когда красиво. Как индивидуальные предприниматели участвуют в благоустройстве. По горячим следам задержан очередной курьер мошенников. Она поверила в историю АДТП. Какая сумма попала не в те руки. Уникальная святыня. 9 сентября в Бобруйск прибывает крест преподобной Ефросинии Полоцкой. Крест будет находиться в часовне, чем знаменита реликвия. А также коварный градус, социальная ответственность бизнеса и в один клик. Доля онлайн-торговли в Беларуси выросла до 8%, что способствует такому успеху. Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. С ароматом роз. Местные бизнесмены своими идеями облагораживают город. Новые цветочные павильоны с недавних пор украшают улицы. Роман Костюков об инициативе и воплощении. Живописный ландшафт, элегантный фасад, креативное решение. Для малого бизнеса крайне важен внешний облик. Ведь покупателя нужно заинтересовать. Нередко такие кафе, бутики, магазины становятся архитектурными изюминками. Некоторые предприниматели делают ставку на беспроигрышный вариант. Оформляют помещения с ученым местной культуры и традиций. Работы, проводимые по благоустройству привлекающих территорий субъектами малого бизнеса, способствуют развитию общественных пространств, тем самым привлекая внимание горожан и туристов к нашему городу Бавруйску. Происходит установка дополнительных малых архитектурных форм, посадка зеленых насаждений. Как правило, самые привлекательные цветочные магазины. Обязывает антураж. Один из таких павильонов расположился на углу пролетарской и социалистической. Проект вынашивался давно. Пару месяцев назад при поддержке руководства города был реализован. В моем понимании цветочный магазин – это когда мы продаем красоту. Букеты и показываем людям, как это, когда красиво. Поэтому клумбы, которые засажены какими-то однолетниками или многолетними растениями – это вполне естественно. Он, естественно, в городе привлекает внимание. Тем более рядом ЗАГС, центральный. К нам приходят молодожены, даже фотографируются на крыльце, потому что, ну, я понимаю, что людям зашло. Еще один объект сети появился в микрорайоне Киселевичи. Местные жители давно ждали здесь цветочный. В конце лета островок распахнул свои двери. Выполнен он в похожем стиле и придает этой части города особый колорит. Цветы всегда хорошо, вы же понимаете. Так что это прекрасно. Пускай будет, что поставало помещение, так используется с локом. Я думаю, очень даже у нас тут поблизости ничего такого нету, актуально будет в нашем районе. Чтобы удобно было, не надо ехать в город сразу, если тебе нужны цветы, на любой случай, по любому выбору. Я считаю, что это прекрасно. Внешне хорошо выглядят. Открытое стекло показывает весь товар, который у него есть. Сразу можешь определиться, что хочешь. Очень красиво, мне нравится. Правда, вот действительно магазинчик, а не просто ларечек. А магазин. Можно внутрь зайти и посмотреть, что-то. Среди цветочных есть и свои первопроходцы. 38 лет назад около дома связи открылся круглосуточный бутик. С тех пор появилось много других объектов. Возросла конкуренция. Но именно в этом павильоне выстраивается очередь. Притягивает ассортимент. В наличии под полтысячи экзотических, тепличных и комнатных растений. Не так давно магазин был реконструирован по новому проекту. Как признается владелец, поддержка городских властей была как нельзя кстати. Он много помог, много поддерживал меня на новый проект. Но это дал обещание, обещание выполнили. Он благодарен меня, я тоже благодарен его. Он наш мир, город. Приятный современный облик, размещение арт-объектов и декоративных инсталляций способны закрыть сразу несколько задач. Выполнить прямые пиар и маркетинговые функции, повысить инвестиционную привлекательность территории, преобразить район, увеличить количество продаж, нарастить туристический поток. И все-таки, каким бы ни был уникальным продукт, встречают по фасаду. Роман Костюков, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Работа не на совесть. Пенсионерка подарила мошенникам почти 35 тысяч рублей. Все деньги, к счастью, удалось вернуть. Оперативники установили личность злоумышленника моментально. 25-летний иностранец, будучи в Минске, ничего умнее не придумал, как откликнуться на объявление о криминальном заработке. Обману аферистов доверилась 82-летняя Могилевчанка. Она поверила в историю о ДТП, виновником которого якобы стала ее внучка. За непривлечение к уголовной ответственности женщина передала прибывшему курьеру 10 тысяч долларов и 2500 рублей. Возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное в крупном размере. Лесные работы, фестиваль науки и жаркая проблема. Летняя погода несет определенные угрозы для урожая. Как сохранить корнеплоды? Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. В следующем году в Беларуси намерены ввести квотирование рабочих мест для инвалидов. Нововведение коснется предприятий, в которых численность сотрудников превышает 100 человек. Замминистра труда и соцзащиты подчеркнула, республика уверенно двигается к социальной ответственности бизнеса. Сегодня в стране работают 60% людей с ограниченными возможностями, имеющие трудовые рекомендации. Синоптики предупреждают, летняя погода, которая сохраняется на территории республики, несет определенные угрозы для урожая. Конкретно для поздних овощей, к которым относятся морковь, свекла, ряд сортов капусты и других популярных у белорусов продуктов. Из-за недостатка влаги в почве ухудшились агрометеорологические условия для роста корнеплодов, отрастания трав. Доля онлайн-торговли в Беларуси выросла до 8%. Количество интернет-магазинов достигло 30 тысяч. Несмотря на все хитросплетения мировой политики и глобальные кризисы, отрасль развивается. За текущее полугодие прибавила численность торговых объектов и точек, которые занимаются общественным питанием. Рост розничного товарооборота плюс 11,5%. Количество заготовленной ветровально-буреломной древесины после стихии приближается к 2 миллионам кубометров. Первоначальные объемы значительно возросли за счет сильных ветров. Сплошными санитарными рубками охвачено порядка 6 тысяч гектаров леса. Параллельно работники отрасли продолжают уборку захламленных территорий. В Беларуси завершается подготовка к фестивалю науки. На тематических зонах представят разработку в самых разных сферах – медицине, космосе, экологии, интеллектуальных технологиях, этнографии. Всего 11 площадок. Также в программе лекции от известных ученых, научные эксперименты и мастер-классы. Свои достижения покажут и молодые исследователи. Крупнейшее научно-популярное событие пройдет уже в эту субботу. Безопасная учеба. Сотрудники ГАИ и инспекции по делам несовершеннолетних УВД Бобруйского горисполкома совместно с БРСМ провели комплекс профилактических мероприятий. В центре внимания – дети. Какие правила нельзя нарушать, знает наша съемочная группа. С началом нового учебного года на улицах города заметно прибавилось ребятни. Больше всего рядом с учреждениями образования. В таких местах повышенное внимание к безопасности со всех сторон. Зеленый сигнал, то я считаю, что надо посмотреть по сторонам, мало ли что случится. Когда я передвигаюсь через пешеходный переход, я обязательно смотрю по сторонам, после этого уже точно перехожу. Мы постоянно объясняем, рассказываем, так как мы живем не в этом районе и приходится пересекать ни одну дорогу, ни один перекресток, ни один цветопор. Поэтому об этом говорится каждый день. Только за этот год в Бобруйске произошло семь ДТП, которые закончились травмами для восьми несовершеннолетних. Дорожные инспекторы не стали ждать и вышли на улицы, чтобы донести истину до каждого. Уважаемые родители, учите детей, как правильно вести себя на дороге. Будьте им примером в соблюдении правил дорожного движения. От того, как вы научите своего ребенка вести себя на дороге, зависит ваше спокойствие и его безопасность. Чтобы ваши дети не стали участниками дорожно-транспортных происшествий, не допускайте, чтобы несовершеннолетние до 14 лет самостоятельно передвигались по дороге на велосипедах. И не оставляйте их без присмотра. Помните, дорога ошибок не прощает. Старт учебного года – это еще и начало масштабной работы по линии ДН. Совместно с ГАИ инспекция проводит рейды вблизи школ, напоминает детям о правилах безопасности, проверяет, как осуществляется пропускной режим в учреждениях образования, имеется ли на стендах профилактическая информация. Проводится ряд мероприятий профилактического характера, обеспечивающие безопасное нахождение детей в учебных заведениях, а также разъяснением действующего законодательства с целью обеспечения не только их личной безопасности, но и соблюдения законодательства нашей страны. БРСМ тоже не стоит в стороне. На базе организации созданы молодежные отряды охраны правопорядка, которые следят за общественной безопасностью. 4 сентября активные горожане присоединились к правоохранителям на территории 3-й гимназии. Очень важно принимать участие в таких комплексных профилактических мероприятиях, как «Внимание дети», так это помогает нам предотвращать ДТП с участием детей. Ведь не всегда дети даже знают или обучены, как правильно переходить дорогу или как соблюдать правила дорожного движения. Любая детская травма – беспечность взрослых. Правоохранители призывают родителей позаботиться о безопасности своего ребенка, не оставлять без присмотра, контролировать круг общения и досуг. Сберечь самое дорогое – святая обязанность мама-пап, а лучше пример – собственный. Кристина Рьянс, Роман Костюков, Дмитрий Шевцов, Бобруйск-360. Поклон истории. В Бобруйск прибудет крест преподобной Ефросинии Полоцкой. Оригинал святыни создали в 1161 году. Однако во время Великой Отечественной войны реликвия была утеряна. Крест высотой почти 52 сантиметра отделан драгоценными камнями и орнаментом. Передняя сторона обрамлена ниткой жемчуга. В конце 20 века брестский ювелир-эмольер Николай Кузьмич изготовил полноразмерную копию. Прибытие святыни в город Бобруйск связано с установлением юбилейной даты 40-летия со дня празднования Собора Белорусских Святых. Крест будет находиться в часовне в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радости по улице Минская, 107. Встреча святыни 9 сентября в 10 часов. Часовня будет открыта для поклонения каждый день с 8 до 8, до 13 числа. Сразу после нас сирена мы коллега Роман Костюков с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»